Уважаемые гости, коллеги, очень сложно после Татьяны Николаевны говорить. Я хочу представить вам результаты нашей работы по выполнению МР-диффузии тела. Мы занимаемся этим около 4 лет. Обследуем уже больше 400 пациентов, в основном в скрининговом режиме. И врачи-клиницисты постоянно задают вопрос, что же это исследование дает. И мы решили посмотреть, сопоставив с ПЭТ-КТ-стор-дизоксиглюкозой, что же дает МР-диффузия в оценке распространенности опухоли у онкологических больных. ПЭТ-стор-дизоксиглюкозы на настоящий момент выполняется более чем у 90% пациентов и является наиболее распространенной методикой в ПЭТ-диагностике. При выявлении опухоли различной локализации исключением является головной мозг, так как он хорошо накапливает тор-дизоксиглюкозу в норме и опухоли на фоне этого не дифференцируются. Некоторые нейроэндокринные опухоли и опухоли предстоятельной железы примерно в 50% случаев тоже не захватывают тор-дизоксиглюкозу. Все остальные опухоли, как правило, хорошо ее накапливают. Поэтому в качестве референсного метода мы использовали ПЭТ-КТ-стор-дизоксиглюкозой. Существует хорошо разработанная методика выполнения ПЭТ-КТ, существуют методические рекомендации. Согласно этим рекомендациям ПЭТ-КТ используется для анатомо-функциональной характеристики первичной опухоли. Это опухоли, не установленные первичной локализацией, дифференциальная диагностика объемных образований, стадирование и реостадирование опухолевого процесса, таких опухолей, как мелкоклеечный рак легкого, рак пищевода, лимфомы, местно распространенный рак молочной железы, шейки, матки, опухоли, лорорганов. Оценка эффективности противоопухольного лечения при лимфомах, гастроинтестинальных, астромальных опухолях, раках пищевода, легкого и колоректальном раке, раке молочной железы. Это я перечисляю то, что в руководстве написано. Также планирование лучевой терапии и определение места расположения опухолевого очага при биохимическом маркерном рецидиве у пациентов с колоректальным раком, раком гичников, раком щитовидной железы, герменогенными излокачественными опухолями, раком молочной железы. Биохимические изменения, как известно, в опухолях предшествуют анатомическим, и именно эти изменения выявляет ПЭТ. Методика выполнения ПЭТ-КТ. Мы выполняли исследования на сканере СИМИС, биографом сети. Доза РФП у Вадимова составляла 100 мк на квадратный метр площади тела пациента. В среднем это 180-240 мк. У нас высокочувствительные детекторы, поэтому мы дозу снижали в два раза по сравнению с стандартными дозами у Вадимова и пациента. Интервал между введением РФП и началом сканирования 60-90 минут, ПЭТ выполнялась задержкой дыхания на неполном выдохе. ПЭТ всего тела от уровня основания черепа до верхней трети бедер всего это составляло 6-7 кроватей, перекрытие между кроватями 50%. И ПЭТ исследование области грудной клетки и органов брюшной полости выполнялось с дыхательной синхронизацией. Продолжительность сбора данных одной кровати с синхронизацией 5 минут, кровати без синхронизации по дыханию 2 минуты. И общее время сбора данных составляло 21-23 минуты. При необходимости мы дополняли исследование КТ с внутренним болезненным контрастированием, паренхматозную фазу сканирования. При интерпретации результатов данных, полученных во время ПЭТ-КТ, как РФП позитивные, расценивались очаги, показатели захвата глюкозы, которых в пересчёте на мышечную массу тела превышал пороговое значение перцисты в неизменённой паренхемии печени. Такая табличка в программном обеспечении. Мы видим среднее значение и видим значение перцист, в неизмененной паренхемии печени. Вот на это значение мы ориентировались. Если показатели захвата глюкозы были выше, то мы расценили это как РФП позитивные очаги. Ну и... Что-то указка не хочет показывать. Синхронизация с дыханием, как увидим на левом слайде, хорошо позволяет совместить ПЭТ и КТ изображения. МР-диффузия всего тела. Всё? Да. Что она позволяет? Это выявить патологический очаг, охарактеризовать очаг с помощью измеряемого коэффициента диффузии, также выполнить мониторинг эффективности лечения, как визуальный, так и объёмный, с помощью измерения размеров и объёма очага. Ну, мы выполнили 48 пар исследований пациентам, то есть и ПЭТ-КТ, и МР-диффузию пациентам с опухолями различной локализации. Преобладали пациенты с колорептальным раком и раком лёгкого. Вот так позиционируется пациент при выполнении МР-диффузии всего тела. Он полностью покрывается катушками. МР-диффузии между катушками не должно быть интервалов, то есть они вплотную прилежат друг к дружке. Мы выполняли исследования на томографах Симинус-магнитом и Спри-магнитом-Аванта, полутора тысловых. Позиционирование пациентов на топограмме обязательно должно быть перекрытие между зонами, чтобы избежать артефактов. Перекрытие около 2,5 см. Также ДВИ обязательно дополнялись анатомическими последовательностями с целью уточнить анатомическую локализацию очага ограничения диффузии, уточнить физиологическое или патологическое ограничение диффузии и таким образом избежать ложноположительных результатов из-за физиологического ограничения диффузии. Методика МРТ всего тела. Выполнение диффузионно-звешенных изображений с факторами взвешенности B50 и B800. Два фактора взвешенности использовались. С последующим построением EDC-карт исследования выполнялись в акциальных плоскостях, последующие склейское изображение и в результате получения такого изображения. Также мы выполняли Т1-взвешенные изображения с жиром в фазе и в противофазе. И Т1-взвешенные изображения позвоночника в сагитальной плоскости с последующей склейкой изображений. И Т2-хейстрим в акциальной плоскости для выявления участков отёка и ткани с высоким содержанием жидкости. Пример оценки. Пациент с лимфомой Ходжкина B50 изображения с фактором взвешенности B50 хорошо видны лимфатические узлы. B800 – истинное ограничение диффузии в узлах, которое подтверждается при построении КД-карт. Мы видим, что коэффициент диффузии 0,47 на 10-3 мм2 в секунду. На изображение взвешенности с фактором B800 мы инвертировали в шкале серого и получались вот такие суммарные объёмные изображения, которые позволяли просто более наглядно сопоставлять данные, полученные при ПЭТ-КТ и при ЭМР-диффузии. Не обязательно это делать все. Например, лимфома Ходжкина, ПЭТ-КТ изображения. Надо сказать, что все исследования у нас выполнялись в рамках примерно одной недели между ПЭТ-КТ и ЭМР-диффузией, что позволило довольно точно сопоставить данные между выполненными исследованиями не было проведено пациенту никаких манипуляций ни химиотерапии, ни оперативных вмешательств. Пациент, которому выполнено ПЭТ-КТ тело, сначала ему выполнена ЭМР-диффузия всего тела, выявлены вот такие пакеты лимфатических узлов, потом мы сделали ПЭТ-КТ, и вот вы видите, что картинки, полученные в результате двух исследований, довольно сопоставимы. Это лимфома Ходжкина. Будем помнить о физиологическом ограничении диффузии, а именно в головном мозге, в лимфоидной ткани на соглотке, в лимфатических узлах физиологическое ограничение диффузии, в костном мозге у молодых людей, это костный мозг ключиц и в телах позвонков, в селезенке, в гонадах у мужчин и в секретирующем эндометрию женщин и в яичниках. У нас была выполнена работа, которая позволила оценить изменение сигнала костного мозга на диффузионно-звешенных заборочениях в зависимости от возраста. Среднее значение коэффициента диффузии, изменяемый коэффициент диффузии, состояло 0,45 плюс-минус 0,11 на 10 минус 3 на метр квадратных секунд. Мы видим, что у молодых людей имеется физиологическое ограничение диффузии, и у пожилых оно уже отсутствует. И при построении, при урок-анализе оценено пороговое значение 46 лет, пациентов после 46 лет ограничение диффузии отсутствует, у молодых пациентов оно довольно выраженное. Несколько наблюдений. Пациенты, которым выполнялось компьютерное ПЭТ-КТ и МР-диффузия. Пациент с раком тела желудка. Там мы видим на диффузионно-взвешенных изображениях ограничение диффузии от тела желудка. На анатомические последствия мы четко локализуем, что это стенка желудка. На ПЭТ-КТ также мы видим утолщение стенки желудка и накопление в твердой зокси глюкозы, которому соответствует ограничение диффузии. Но у данного пациента на этом же среднем мы видим патологическое образование в печени, которое обычно у пациентов с раком трактуется как метастаз. На картах и КД-картах мы видим, что степень ограничения диффузии не такая высокая, что коэффициент составляет 1,74, и на ПЭТе мы видим, что отсутствует накопление твердой зокси глюкозы. Таким образом, это не метастаз, это гемогеома в печени. Тот же пациент. Хорошо сопоставимые картинки ПЭТ и МР диффузии, и хорошо видны импланты по брюшине, как на диффузии, так и на ПЭТе. ПЭТ-КТ. Сложность диагностика такого распространенного процесса не представляет. Мы видим множество метастазов пациентов с раком подшелестной железы уже прооперированным, в печени, в лимфатических узлах. И причём, для чего я привела это наблюдение, чтобы показать, что все очаги, которые мы видим в печени, мы видим и на диффузионно-взвешенных изображениях, как в печени, так и в костях таза. На что можно обратить внимание в данном случае, что паховые лимфатические узлы, которые хорошо ограничивают диффузию, на ПЭТе не накапливают твердизокси глюкозу. И это, по данным многих работ, является ограничением метода именно МР-диффузии, потому что в норме лимфатические узлы ограничивают диффузию. Колоректальный рак с метастазами в печень. Множественные очаги накопления в твердизокси глюкозу в печени, которые на КТ, даже после внутреннего контрастирования, видны не все. Вот, виден один очаг. Можно предположить наличие ещё двух очагов. А на диффузионно-взвешенных изображениях мы видим, что все эти очаги, которые мы видим на ПЭТ, видны на диффузионно-взвешенных изображениях. То есть, сопоставимы данные одного и второго методов. Рак лёгкого. На КТ, на ПЭТ-КТ, видна опухоль, метастатические и лимфатические узлы. На диффузионно-взвешенных изображениях мы видим ограничение диффузии, такой же локализации, ограничение диффузии в лимфатических узлах средостений. И на морфологических срезах мы хорошо можем локализовать, где находится этот патологический очаг ограничения диффузии. Помимо первичной диагностики, мы несколько пациентов обследовали в динамике. Пациент с раком носоглотки, который наблюдался у нас на ПЭТ, после комплексного лечения при первичном обследовании у него не было никаких патологических очагов накопления вторгизоксиглюкозы. В январе он почувствовал себя плохо, ему была выполнена компьютерная томография и диффузия всего тела, выявлены очаги по плевре. ПЭТ в тот момент не делался, не выполнялся, он отказался ввиду большой лучевой нагрузки. И на основании данных МР-диффузии и КТ ему была выполнена биопсия и плевродез талька. Это исследование выполнено через два месяца после плевродеза. Мы видим обширные участки накопления вторгизоксиглюкозы и дифференцировать на этом фоне, где вот этот тот же пациент, дифференцировать на этом фоне, где очаги накопления воспаленной плевре после плевродеза, а где очаги накопления непосредственно в опухоли, очень сложно. Ну вот это он же, МР-диффузия, которая была выполнена на ему динамике. Это исследование в феврале, выявлены множественные очаги ограничения диффузии по плевре. Измерение коэффициента диффузии было 1,4 в наиболее крупном очаге. Через два месяца после плевродеза и курса химиотерапии мы видим повышение значения коэффициента диффузии, уменьшение размера очага и уменьшение размера почти всех очагов по плевре, которые выявлялись при первичном обследовании. Если сопоставить практически одновременно выполненные данные КТ и ПЭД, то мы видим, что существует все-таки ограничение возможности ПЭД при выявлении дифференциальной диагностики воспаления и истинных опухолевых очагов, которые хорошо видны на диффузионно-взвешенных изображениях. Холангиокарцинома желчного пузыря – это исследование в динамике. Мы видим ПЭД, выполненное в октябре, и практически на следующий день выполнено МРТС с стандартными последствиями, которые я раньше приводила. И мы видим продолженный рост опухоли по ходу портальной иены в лимфатических узлах и в печени. И те же самые изменения мы выявляем на диффузионно-взвешенных изображениях. При оценке эффективности лечения через 2 месяца, ну, через 1,5 месяца мы видим, что на ПЭД снижается интенсивность накопления тортизоксиглюкозы и размеры очагов. И то же самое мы наблюдаем на диффузионно-взвешенных изображениях. То есть мы можем на диффузионно-взвешенных изображениях, как и на ПЭД, оценивать эффективность лечения. Это тот же пациент. Диффузионно-взвешенных изображения в динамике. Мы можем оценить эффективность лечения. Ещё несколько примеров. Это пример диффузионно-взвешенных изображений у пациента с мультифокально-минтестатическим поражением скелета при раке предстательной железы. Тот же пациент. Множественные метастазы в костях, в позвоночнике. Это потенциал МРТ всего тела с диффузионно-вешенными изображениями в оценке злокачественности опухоли по М-критерию. Больная с раком молочной железы и с метастазами в лёгкие. Метастазы, которые видны на компьютерных томограммах довольно крупных размеров, видны также и на диффузионно-взвешенных изображениях. Но мы также видим, так как в зону исследования включается и головной мозг, мы также видим и метастаз в мозжечке, который при ПЭТ-исследовании не выявляется, как правило. Ну и ещё один пример. Ограничение метода. Это метастазы тоже рака молочной железы. Я даже знаю, что они есть. Еле-еле рассмотрела этот участок ограничений диффузии на диффузионно-взвешенном изображении. А вот метастазы небольших размеров, к сожалению, не выявляются. Поэтому, когда мы делаем заключение, то мы пишем, что ограничение методов, в частности, касающейся лёгочной ткани, 1 см, потому что анатомических последовательностях тоже очень сложно мелкие очаги дифференцировать от сосудов лёгких. В качестве заключения, ПЭТ-КТ с тордизоксиглюкодом на сегодняшний день является доказанным многочисленными исследованиями, лидирующими методом диагностики в онкологии. Но МРДВИ, дополненные морфологическими последовательностями, сопоставимые по диагностической значимости, не конкурируют с ПЭТ-КТ, но сопоставимы с ними. И позволяют уточнить или дифференцировать слабые места ПЭТ, такие как воспалительные изменения, не в ДГ-позитивной опухоли, очаги в головном мозге. Преимуществом МРТ является отсутствие радиации. ДВИ – это доступная настоящая методика, которая позволяет выявить наличие опухоли, в потенциале оценить эффективность лечения в виде наличия остаточной опухоли, измерить остаточный объём опухоли, охарактеризовать очаг визуально и с помощью измеряемых карт диффузии. Измеряемые карты диффузии в перспективе можно использовать как биомаркер для оценки ответа на химиотерапию и прогнозы лечения, для стандартизации оценки достоверности полученных результатов. Но существует исключение. На ДВИ имеется частичное совпадение между доброкачественными и злокачественными опухолями, могут быть ложноположительные результаты в неизменённых лимфатических узлах и низкой чувствительностью в явлении мелких метастазов в лёгких. Благодарю за внимание. Спасибо.